Безопасность на ЖД-инфраструктуре – актуальная тема во все времена. А сейчас в преддверии каникул ее можно считать темой номером один. Напомнили ребятам о правилах поведения на железнодорожном транспорте, о правилах перехода через железнодорожные пути, что очень актуально. В преддверии каникул, которые наступают в работу, проводим это на постоянной основе, для того, чтобы обезопасить маленьких граждан наших от получения травм на железнодорожном транспорте. Администрация Раминского городского округа озабочена безопасностью детей на этих объектах. В преддверии предстоящих школьных каникул мы сочли нужным и необходимым проводить подобного рода занятия. Для этого мы привлекаем для проведения этих занятий представителей ООО «РЖД», ООО «Центральная ППК». Значимым фактором проведения данного мероприятия является прилегающая вблизи школы инфраструктура. То, что мы находимся непосредственно рядом с железной дорогой, накладывает особый отпечаток на ту работу, которую мы должны проводить именно с точки зрения профилактики и дорожно-транспортного травматизма, поскольку у нас здесь достаточно оживленный перекресток, и с точки зрения железнодорожного безопасности, поскольку у нас здесь рядом достаточно оживленная трасса, с открытием ЦД практически несколько раз, наверное, увеличилось количество поездов, которые проходят мимо. Дети – наше будущее, и мы хотим им заложить уже с детства правильные традиции, как переходить, пересекать железнодорожные пути, как находиться в железнодорожных путях, как вести себя в электропоезде, около электропоезда, если попали в зону уже, по шалости, в опасность, где подвижной состав уже производит движение, то есть как уже там себя вести. На данных мероприятиях обязательным условием является повторение правил поведения на железнодорожной инфраструктуре. Это у нас железнодорожный пешеходный переход, про что мы говорили. Это специально оборудованное место, которое находится в одном уровне железной дорогой. Чтобы безопасно перейти по нему железнодорожные пути, надо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Правила нахождения на платформах, правила пользования поездами на территории Раменского городского округа проходят 66 километров железнодорожных путей, при этом находятся на территории 23 станции остановочных пункта. Это одна из самых густых сетей железнодорожных на территории муниципалитетов. Наше рязанское направление, на котором мы сейчас находимся, проходит через зону сплошной дачной и жилой застройки. Большая плотность населения, большие пешеходные потоки и большие скорости и потоки движения поездов. Здесь проходит более 200 поездов в сутки. То есть каждые 7 минут в среднем идет поезд. С запуском МЦД-3 поток малошумных поездов увеличился, а вот сосредоточенность пассажиров не всегда на высоком уровне. В том числе для детей, которые обычно не очень внимательны, или переходят в наушниках, или занимаются какими-то играми, пытаются проехать на велосипеде через переходы, переработающих запрещающих сигналов. Поэтому происходит случай травмирования. Начиналось это с 44 человек в 2022 году за год. В прошлом году у нас, к счастью, число удалось снизить до 18 человек. В этом году на сегодняшнее число погибло уже 9 человек. В том числе недавно, на прошлой неделе, на станции Кратова погиб подросток 17 лет. Встреча с детьми проходит в формате интерактива, что делает ее более запоминающейся. Формат диалога, он самый такой, который запоминается детям. Мы им презентовали знаки предупреждающие, нарядили их в форму железнодорожную. Очень все активно были заинтересованы набрать побольше правильных ответов, чтобы выйти на сцену и получить вот эту заветную оранжевую жилетку. Дети все активные, хорошая отдача была. Так что, я думаю, вот этот урок, который мы провели, он еще и на улицах своим друзьям они расскажут, и родителям донесут, как правильно вести на железнодорожном транспорте. А еще, кроме вас, куда-то ездим? В Санкт-Петербурге. Это даже другое направление, да? Это уже Савековское направление. А мы с вами как раз-таки живем, учимся. В каком направлении? Как наше направление называется? Славянское направление. Важно все-таки правило безопасности, да? Потому что безопасность, это превыше всего. Знаем, что сейчас очень развитый зацепинг, да, очень много случаев. Надеюсь, что наши занятия все-таки как-то помогут минимизировать, да, естественно, травматизм на железнодорожном транспорте. Ребята задавали немало вопросов, в частности, о работе машиниста. Вопросы, кстати, у них были достаточно интересные. То есть я бы не сказал, что это там, о, типа, поездов, что-то такое, вот кулесо. Нет, они задавали реально очень важные вопросы. Достаточно, скажем, емкий ответ на них требовался. Вот. И видно, что ребятам интересно. Вот. И надеюсь, что, как бы, будущих мы себя в локомотивных бригадах как раз наберем здесь. Для ребят, которые заинтересованы в устройстве поезда, есть уникальная возможность посетить депо. Дети уже за кабиной машиниста сидели, как за автомобилем, да, там, нажимали на кнопки, рулили, вот, приводили их на пост дежурном по станции, где там же дежурный по станции кнопочки нажимают, да, открывают сигналы и организовывают движение поездов. Это очень интересно и запоминающееся. Вот. Сегодня мы так провели, можно сказать, теоретическую часть. И на практике это закрепить, мы считаем, это, как бы, вполне будет продуктивно. Данное мероприятие с учениками младших классов, по словам Виталия Кубракова, будут продолжаться на регулярной основе. Перед началом учебного года мы также будем проводить профилактические мероприятия с привлечением работников в железную дорогу. Для того, чтобы подготовить детей к новому учебному году. Потому что они за время каникул наверняка забудут те самые правила, которые, в общем, необходимо соблюдать. Елена Цыганова, Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение.